Итак, доброе утро, дорогие друзья, всем привет, бонжур, хеллоу, всем доброе утро, все, значит, ждем, пока собирается основная аудитория. Вот, Влад Косов смотрит уже, 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 сразу просто, я думаю, что, когда заходит одновременно очень много людей, оно начинает притормаживать. Так. Настоящий предмет, что внизу бежит, да? Да. По 10 человек в секунду, представляешь, настоящий? Да. Вот сейчас заходит, уже 50 человек, представляете, в прямом эфире одновременно, это просто удивительно, да? Как быстро заполняется наше виртуальное учебное заведение. Значит, и вообще все это удивительно, все очень удивительно, якобы Шататина наш смотрит. То есть мы живем в удивительное время, в удивительном месте, в удивительную эпоху вот этих вот технологических достижений, изменений мира. Когда прямо в квартирах есть холодильники, представляете, раньше, чтобы сохранить продукты, нужно было огромный погреб рыть, и в этот погреб нужно было все время спускаться. Я еще застал те времена, когда надо было в погреб спускаться по лестнице, такой был погреб. И на зиму запасали картошку там в погребе, всякие, ну, то есть продукты на зиму, потому что негде было купить. А сейчас заходишь в супермаркет, бах, и, значит, покупаешь бананы, например, да? Раньше, как были бананы? Откуда были бананы в средней полосе России лет сто назад? Они вообще бананов не видели никогда. А сейчас, сейчас у нас и бананы, и все, что хочешь. А уровень радости, он не увеличился. То есть раньше такую же радость, я помню, вот я в погреб залазил, брал там какую-нибудь яблоке моченое у меня делал дедушка. Дедушка делал бочку, консервация, да, моченых яблок. И я такой, брал это вместо банана моченое яблоко. И уровень радости, который я испытывал, он был больше, чем сейчас от банана. Потому что, потому что, ну что такое сейчас бананы? Кого сейчас бананом удивишь-то, да? Вот, и это может быть и не очень хорошо, потому что сейчас для того, чтобы удивиться и получить удовольствие, нужно прилагать какие-то очень большие усилия. Хорошо, дорогие друзья, значит, сейчас мы продолжаем. Сегодня у нас день перед Йом-Типуром. День перед Йом-Типуром, и это день искупления переводится. День искупления Йом-Типур, день искупления. Значит, в этот день искупаются грехи. Значит, как они искупаются, эти грехи? Очень интересно, что для того, чтобы грехи искупились, должно совпасть несколько условий. Как в стиральной машине, знаете, чтобы белье постиралось, должно совпасть несколько условий. Должна быть стиральная машина, вода, стиральный порошок. И когда есть стиральный порошок, вода и стиральная машина работают, то белье может постираться. Так же с грехами. Должно совпать несколько условий Значит, первое условие, которое должно совпасть Это условие сам Йом-Кипур То есть сам Йом-Кипур это день, предназначенный для искупления Значит, для выздоровления Хаеба от Зинаиды Чтобы был этот урок, чтобы выздоровела она Среди всех больных народа Израиля и больных всего мира Чтобы Бог помог выздороветь И, значит, еще раз Как работает Йом-Кипур? Вот есть специальный день Это день, мир же, он как бы ездит по духовному такой спирали И он заезжает вот в станцию, которая называется Йом-Кипур Так называется станция Йом-Кипур Заезжает он в эту станцию Идет на этот день в специальная такая духовная энергия Отлично, теперь, ну, когда ты въезжаешь в эту станцию То ты должен быть к этому готов И как мы знаем, что мы готовы к Йом-Кипуру В этот день полностью постятся Постятся и не пьют воду Полный, да, полный пост То есть становишься как ангел Ты как бы Богу говоришь Смотри, ангелы не едят, не пьют И я не ем, не пью То есть я сейчас полностью как ангел Да, у меня есть вот этот вот скафандр Мое тело, биоскафандр Но я сейчас как бы от него отключаюсь То есть я этот скафандр отключаю от всех систем жизнеобеспечения И я понимаю, что есть я, а есть скафандр И хотя тело хочет кушать, пить и так далее Но я это тело ставлю в условия При которых доступ пищи и воды прекращается Кстати, сегодня 9 число, да, месяца Тишерей Нужно наоборот, кушать много и пить Чтобы прямо сегодня еда и питье Засчитывается как завтрашний пост Что имеется в виду? Что когда ты ешь не для того, чтобы наесться А для того, чтобы выполнить заповедь Тут очень важно То есть есть надо, чтобы выполнить заповедь То тогда это засчитывается тоже, как завтра не есть То есть вот первое условие День Наступает он сегодня вечером за ходом солнца И заканчивается завтра с выходом звезд Второе условие Не есть, не пить То есть подготовка внутренняя к этому И третье условие Это раскаяться в своих грехах То есть не отпускает Нельзя Как бы Если ты не раскаиваешься в своих грехах То они не искупаются Это очень интересная такая штука То есть если я не сожалею Если я сам не считаю это грехом Тогда это Ну как бы пятно Оно остается Оно остается И оно продолжает на меня действовать Поэтому в этот день Нужно полностью Отказаться от своих грехов Причем весь Йомтипур мы говорим Ввиду и молитвы Что вот грешили То есть мы вслух надо сказать Что я раньше так грешил Но сейчас я уже не хочу То есть я от них отказываюсь Убрать этот Ну как бы оставить эти грехи в прошлом Да Все И взять на себя Решение на будущее Быть чистым Быть ангелом Интересно Насколько это решение работает Что Вообще разница между злодеем И праведником Оно может быть В доли секунды Потому что Когда человек решает Принимает искреннее решение Оставить свои грехи И стать праведником То тот человек Который хочет стать праведником И который хочет оставить свои грехи Он уже другой То есть Само понятие Я Личность Оно состоит из набора решений Из набора решений Историй Представления о себе И о жизни И это очень важно Это очень важно понимать В Йомтипур Что надо вначале Оставить Свои грехи в прошлом И принять решение Больше не грешить Теперь Йомтипур И скупает грехи Между человеком и Богом То есть Когда ты нарушаешь заповеди Которые Бог сказал Делать или не делать То ты можешь В одну секунду Приняв решение Что я больше так делать не буду Бог читает сердца Он понимает Действительно ли ты решил Оставить свои грехи То есть Что такое грехи Это ты нарушал волю Бога И Бог Видя как бы сердца Он может в один момент Сразу Оп да Вот этот праведник Вот этот нет Вот этот Действительно принял решение И все Но между человеком и человеком Бог не может простить Потому что Если один человек Обидел другого То у него Оба же У обоих есть внутри Божественный свет Оба соединены с Богом Да как бы Вот это вот души Они просвечивают человека И теперь у одного Есть в душе Пятно на второго Он как бы Говорит Я тебя не прощаю И что получается Как Бог может простить Это Не может Значит Очень важно Поэтому Сегодня просят прощения Я поэтому прошу прощения У всех Если я кого-то обидел Не дай Бог Вообще Я не хотел никого обидеть Я меньше всего Хотел кого-то обидеть В своей жизни То есть Мне Как бы Те кого я хотел обидеть Наверное Они обидели меня Может быть Но Тора нам говорит Удивительную вещь Не мсти И не будь злопамятным То есть Прямо есть запрет В Торе Мстить И быть злопамятным Зачем этот запрет Нужен Да Тут интересно Если человек Таит зло На другого То есть У него внутри Есть зло На которое Он таит на другого Он держит Вот представьте ситуацию Один другого обидел И они разъехались И один человек На второго Таит зло А тот На кого он таит зло Его Он умер Умер Нету его сейчас Теперь Того уже нету А этот Таит зло На него Внутри Зло у него Прямо Получается Он внутри Держит вот этот Нарыв зла Который уже Тому Никак На того не влияет А на него Влияет Представляете И получается Что В Мишле Мы когда-то учили Вот это вот Тот Кто Таит зло На других У того Гниют кости Прямо там Написано так Потому что Он сам Сжирает себя Вот этим Внутренним злом На других Поэтому Я очень прошу Всех прощения Искренне Прошу всех прощения Прямо Искренне Искренне И вообще Ни на кого не обижаюсь Я вообще Ни на кого не обижаюсь Потому что Смысл Смысл на кого-то Обижаться Люди Они как бы Каждый что-то делает Каждый что-то Старается Как лучше И особенно Если кто-то Попросил прощения Все Всех прощаю И вы меня Простите Пожалуйста Если когда-нибудь Например На урок Я там Или опоздал Или не пришел Было пару раз Что я не предупредил То я очень извиняюсь Хорошо А мы продолжаем Мы продолжаем Продолжаем мы изучать Пятую главу Давайте Сегодня мы Сегодня у нас Мишна такая Шестая Мишна Она говорит о том Что Десять вещей Были сотворены БРФ Шаббат Между В сумерки Значит Когда Бог сотворял мир Было шесть дней творения Шесть дней Он создавал Всю систему Которая дальше Будет работать То есть Была идея Как программный код Мироздания И Бог По этому программному коду Он сотворял Шесть дней Шесть этапов Творения Значит Создавал 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 И вот Завершено было Все творение И шаббат Это был первый день Когда уже Мир превратился Вот мир Такой Как он есть Сегодня Хотя опять же Это не совсем так Потому что Когда был потоп То некоторые законы Изменились Мироздание То есть Бог как бы Подкрутил Программное обеспечение После потопа Изменилось И после Вавилонской башни Было еще Несколько настроек Но это уже Были дополнительные Настройки А вот Если Если Сказать Что вот Основная система Она была создана Уже В первые шесть дней Творения Все было Мироздание Создано В шесть дней Творения И потом Небольшие Настройки Бог еще Периодически Донастраивал Но Это было уже Интересно Это было уже Ну Я сейчас Просто Мне одна мысль Мне надо узнать Спросить у Равина Интересно Почему Бог эти Настройки Менял Вот на Вавилонской башне Он поменял Настройки Он смешал Языки Это было Такое изменение И Было что После Авраама Ицкака Иякова В каждом поколении Тоже были Изменения Специальные Были сделаны Изменения И еще Было изменение Очень сильно Сделано После разрушения Первого храма Когда возник Второй храм То убрали Тягу К идолопоклонству Исчезло Пророчество Вместе с ним И убрали На половину Тягу К Противоположному Полу Лебедо Снизили Лебедо Снизили В 10 раз Хорошо Я вот узнаю Почему Но по основному Здесь написано Так Что 10 10 вещей Были сотворены А используется Слово Сотворены Из ничего Сделаны То есть Бог чем Отличается От всего Остального Что есть В этом мире Вот мы можем Взять Что-то Из него Делать То есть Человек может Взять материал Какой-то Из него Делать А Бог Ему не нужен Материал Он может Из ничего Сделать Материал Из него Делать И вот Этот глагол Когда только Бог Может из ничего Создавать что-то Это Бара называется Глагол Бара Сотворил И вот здесь написано Что 10 вещей Были сотворены То есть Сделаны Из ничего Именно В сумерти Когда уже Все было Мироздание Закончено И тут Бог Оп И еще Создал 10 вещей Удивительных Давайте посмотрим Что это за вещи Которые были сотворены Именно уже В сумерти Перед шаббатом Что это они Значит Род земли Которая Потом Проглотила Короха То есть Это интересно Что потом Там была В Торе Есть известная История Что земля Проглотила Короха И Как она Проглотила Короха Вот написано Что вот этот Вот момент Был запрограммирован В сумерти Прям было Сознанно Сотворено Эта возможность В сумерти Перед шаббатом Уже Все мироздание Было Закончено И тут Бог Оп Решил Сотворить Еще Вот этот Спецэффект Когда Корох И вся его 250 помощников Провалились Под землю Дальше Пи Абер Значит И сотворился Специальный Колодец Который Ходил С народом Израиля 40 лет В пустыне Это был Колодец Мирьям И вместе С ними Двигался Двигался Колодец Из которого Они пили Такой Еще один Спецэффект Еще был Сотворен Интересный Спецэффект Пи Атон Род Ослицы Которая Разговаривала С Белямом Был такой момент В Торе Что Ослица Разговаривала С Белямом И Вот именно Там был Этот момент Когда Ослица Заговорила То есть Бог Интересно Вот была Уже сделана Тора Было все Уже Знаете Как Сценарий Фильма Написан Сценарий Фильма Написан Все Актеры Расставлены Роли Все И тут Бог В последний Момент Перед тем Как уже Завершает Своё творение Значит Оп И он Сотворяет Несколько Спецэффектов Неожиданных Которые Потом будут Земля Проглотила Короха Дальше Колодец Который Ходил С народом Израиля Дальше Ослица Говорящая Представьте Вот Богу Было дело До говорящей Ослицы Сделал Ослицу Говорящую Акешет Радугу То есть Он подумал о том Что когда Мы будем смотреть На дождь Чтобы была Красивая радуга Семь цветов И была сделана Радуга Дальше Аман Ман Это Та пища Которая Сорок лет В пустыне Спускалась С неба Такие как Зернышки И эти зернышки Это было Полудуховное Полуматериальное Такое Создание И когда их Кушали этот ман То он во рту Превращался В тот вкус Который человек Представлял То есть Это была такая Специальная еда Которая Реагировала На мысли И мысли Превращали Вот эти вот Зернышки В ту еду Которую ты Представлял Дальше В Амате Посох Машер Абейну Когда пришел В Египет К фараону У него был Специальный посох Такой сапфировый Посох И он этим посохом Делал чудеса Тут он Понил Ударил Вода превратилась В кровь И так далее То есть Был этот посох Тоже это был Такой специальный Спецэффект Который был Сотворен В сумерте Перед 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 Шабатом Ваш Амир Значит Шлома Амелых Шлома Амелых Когда Он Строил Первый храм То Нельзя было Пользоваться Металлом Так как Это храм Был для Бога А металл Это как То чем Воюют Убивают В общем Был такой Специальный Червяк Который Которым Этим Червяком Значит Раскалывали Камни Звали его Этого Червяка Шамир Это было Специальное Такое Создание Для Такой Для того Чтобы Раскалывать Камни Дальше Октав Значит Ктав Это Вот Ученые До сих пор Не могут Понять Как люди Научились Писать Откуда Вообще Появились Буквы И вот Этот Ктав Первый Знаете Как Сейчас Программирование Оно Делает Нам Понятным Нам Делает Все Непонятное Вот Смотрите Программисты Они С помощью Нуля И единички Они Программируют Вот То что Вы Меня Сейчас Видите Это Все идет Через Какие-то Коды Ноль Единичка Телефон Вы меня Видите Я сижу Перед Телефоном Он Ни к чему Не подключен Вот Вдумайтесь Я сижу Перед Маленькая Коробочка Она Ни к чему Не подключена Я В этой Маленькой Коробочке Есть Малепусенькая Дырочка Я В эту Дырочку Вижу Себя Это Как Камера Потом Эта Камера Переводит Все На Экран Я Вижу Себя На Экране И Сидит 130 Человек По всему Миру И смотрят То что я Рассказываю Это не чудо Мы к нему Привыкли Но если вдуматься Если бы 100 лет назад Кто-то это увидел Он бы сошел с ума Он бы сказал Это магия Это магия Самого магического Свойства То есть Такой магией Быть не может В принципе Но мы к этому Привыкли Значит Ктав Это тот Язык Которым был Создан мир То есть Язык Вот эти вот Буквы 22 буквы Есть в Святом языке Которыми был Запрограммирован Весь мир Ва Мехтав Значит Что такое Мехтав Это Значит Ктав И Мехтав Значит Мехтав Это Шиаю Некраим Миколь Арбат Задим Значит Мехтав Это Когда Бог Сделал Лухот Вот Первый Вот эти вот Лухот Это Скрижали С которыми Машер Бену Спустился То там были написаны 10 заповедей Но они были видны С каждой стороны То есть Это было как Голограмма Такая Это тоже Он Вот эти вот 10 заповедей И Лухот На которых Были написаны 10 заповедей Это было спроектировано В Как раз Последний момент Вот это Вот Как Машер Бену Спустится С этими Лухот Как На них С этими Скрижалями Как На этих Скрижалях Будет Со всех сторон Видны Вот эти 10 заповедей И тот Язык Которым Эти 10 заповедей Были записаны И дальше Есть еще Предание Дальше Продолжает Мишна Ешум Рим Также Могила Машера Бену Была спроектирована В Перед Сумерками Что это значит Никто не знает Никто не знает Где похоронен Машера Бену То есть Это очень интересно Что ни в верхних Мирах Ни в нижних Мирах Нигде Нет его Могилы То есть Он 120 лет Ушел И все Ушел Никто не знает Где его Могила Написано В Талмуде Искали В верхних Мирах Нижних Мирах Она где-то Есть Но где Никто не знает Может быть Машера Бену Был перенесен Сразу В грядущий Мир Не знаю И еще Говорят Что Есть мнение Что еще Баран Авраам Авину Тот баран Который был Вместо Ицхака Подготовлен Когда было Жертвоприношение Ицхака И есть еще Которые Говорят Что так же Были Вот в эти Сумерти Сделаны Мазетим Мазетим Это Шидим Шидим Это Демоны Демоны Мир Демонов Был создан Еще в Сумерти И так же Были созданы В последний момент Сумерти Были созданы Вот эти вот Плоскогубцы Которыми держали Металл Которым был Из которого Были сделаны Следующие Плоскогубцы Это же интересно То есть Ковать металл Люди Начали Но чем Они держали Первый металл То есть Если Надо же было Чем-то держать Вот говорят Что эти были Первые Первые Плоскогубцы Сделаны Что мы можем Из этой Мишны Понять Значит Мы можем Понять Из этой Мишны Для себя Следующее Да Что Вот Бога Мы пытаемся Понять Бога Да Со своей точки Зрения Мы пытаемся Вписать Мир В свои Какие-то Представления Бога Понять Нельзя То есть Бога Понять Нельзя Каждый Пытаясь Понять Бога Он Должен Понимать Что он Понимает Не Бога А свои Мысли О Боге То есть Это Очень Просто Когда мы Произносим Каждое Слово Бог Это не Более Чем Три Буквы Звук Такое Когда мы Пытаемся Каждое Писать Что-то Мы пытаемся Впихнуть В эти Три Буквы Какое-то Представление Но Как не Может Мне когда-то Запомнилось Равнение Такое Как не Может Котенок Понять Устройство Боинга Вот Маленький Котенок Смотрит На самолет Вроде Он Видит Самолет Но Он Жив Видит Он Может Даже По Трапу Подняться Можно Котенка Занести В самолет Но Котенок Не Может Понять Устройство Боинга Никак Как-то Его Не Объясняем Также Человек При всем Своем Казалось Бы Знании Мира Но Всегда Знание Мира Ограничивается Тем Что Человеку Показали Сто лет Назад У людей Было Одно Знание Мира У нас Сейчас Другое Знание Мира И нам Легче Понять Бога Нам Легче Понять Бога Потому Что Потому Что Ну Сегодня Мы Видим Такие Чудеса Своими Глазами Как Вот Этот Телефон Например Мы Видим Чудеса Своими Глазами Вот Моя Теща Любимая На моем Уроке Находясь В Ульяновске Может Совершенно Спокойно Слушать В Ульяновске То Что Происходит Сейчас Из Тиева И Самое Главное Для Меня Что Коробка Без Проводов Вот Я Маленькая Коробка Телефончик Со мной Стоит Он Ни К Электричество Не Подключен Ни К Чему Не Подключен Маленькая Коробка Стоит Сама По Себе И Я В Нее Говорю И У Моя Теща Видит В Ульяновске Представляете Это Просто Чудо Какое Чудо Чудес И Когда Мы Привыкли К Чудесам Сегодня Мы Чуть Чуть Нам Кажется Что Мы Больше Понимаем Бога И Слава Богу То То есть Интересно Что Один Равин Когда-то Объяснял Почему Произошел В последние Годы Такой Взрыв Технологии Он Говорит Что Божественное Знание Божественное Знание Вот Мудрость То что Человек Говорит То что Человек Может Думать Это Все Божественное Проявление В Человеке То есть Это Высшее Проявление Человека И Сейчас Сейчас Что Интересно Так Как Уже Мы Близимся Огромный Огромный Свет И Он Еще За Дверью Еще Мошеах Не Пришел Еще Дверь Не Открылась Но Когда За Дверью Уже Рассвет То Этот Свет Пробивается Вот В Щелочке И То Что Последние 120 Лет Пошел Вот Этот Технологический Взрыв Пошел Технологический Взрыв Такой Это Вот Этот Вот Свет Свет Божественный Свет Божественной Мудрости Когда Написано Что И В Тот День Будет Бог Один И Имя Емо Едино И Тогда Что Это Значит Фраза Бог Один И Имя Его Одно То Что Когда Откроется Всевышний Когда Придет Машеах То Тогда Для Людей Бог И Название Бога То Что Мы Говорим О Боге Станет Одним И Целым Тогда Люди Действительно Поймут Бога Поймут Прочувствуют То есть На сегодня У нас Есть Бог Творец Мира И Есть Его Имя То Что Мы Говорим О нем Это Не Он Это Попытка Запихнуть Его В свое Понимание Но Бог Нельзя Запихнуть В свое Понимание Поэтому Но В тот День Когда Бог Откроется Миру Когда У Людей Вот Этот Свет Божественной Мудрости Он Их Прям Всех Накроет И Они Такие Вау И Тогда Станет Тогда Станет Бог И Его Имя Одно И То Что Ты Знаешь О Боге То Что Ты О нем Думаешь Это Действительно Будет Богом Понятно Да Вот Так Вот Хорошо Друзья Все Мы Это Поняли Значит Сегодня У Нас День Когда Есть Возможность С Богом Соединиться Прямо Как Ангелы На уровне Ангелов То Что Это Значит Всех Простить Вообще Про всех Даже Не думать Подняться Над Всеми Всеми Вот Этими Человеческими Какими-то Историями Обидами И так Далее И Присоединиться Сегодня К Богу На уровне Принятия Решения Что Я Собираюсь Жить По Заповедям Соблюдать Заповеди Хотя Бы Вот Эти Вот Десять Главных Заповедей Они Всем Известны Ни У Кого Ни Одного Нормального Как Бог Дал Нашей Рабейну Десять Заповедей В них Была Зашифрована Вся Тора И так Далее То есть Уже Вся Тора Это Объяснение Все Дорогие Друзья Значит Выводы Какие Что Сегодня Надо Принять На себя Именно Очень Хорошие Решения В будущем Году Быть Более Святыми Все Я Поздравляю Всех Участников Урока Считайте Что Вы сейчас На большой Ступени А подниматься Все выше И выше По ступеням Святости И Жить по Торе Всех Ни на кого Не обижаться И Убегать От Людей Которые Злые Плохие Люди Надо от них Отдаляться Все Но нельзя Человека считать Злым Плохим Потому что Может быть Он тоже Сделал шву И справился Все Всем удачи Успехов Хорошего дня Напишите Пожалуйста Свои Свои Выводы И Пожелайте Друг другу Хорошего года Чтобы всех записали В книге жизни В книге добра В книге духовности В книге здоровья В книге богатства В книге гармонии Счастья Спокойствия Радости И всего Любви И всего хорошего Все Удачи Успехов И Всего хорошего Все Всем пока Значит Завтра урока не будет Йомти Пур А послезавтра У нас урок будет С Божьей помощью Я буду в Харькове Проводить тренинг Итана мы попросим Итан проведешь Послезавтра урок Послезавтра Итан проведет урок Расскажет Что ему открылось В Йомти Пур Все Всем пока Я Илечка Все Всем пока